Меня зовут Павлова Елена, я преподаватель учебного центра специалист по направлению управления проектами и другим дисциплинам. То есть я с процессами, рисками занимаюсь и вопросами автоматизации. И с чат GPT я работаю, имею дело где-то около месяца, чуть больше месяца. И сначала это бесплатная модель 3.5, потом я не выдержала, оплатила подписку, все-таки 20 долларов в месяц. И не жалею, с тех пор активно его использую в своей работе для решения самых разных задач. Это и деловая переписка, это и генерирование документов, которые нужны. Это и, скажем таки, виртуальные мозговые штурмы, если нужны идеи чего бы то ни было, вот чего встречается в моей практике. Очень довольна, рекомендую. И о чем-то, вот что позволит формат такого небольшого мастер-класса, о чем-то постараюсь рассказать. Да, коллеги, те, кто подключился чуть позже, запись вебинара уже идет. И начну без всяких предисловий с того, что одно из основных ограничений чат GPT, вот то, что звучит практически всегда, это то, что обучение этой языковой модели на фактических данных о знании мира заканчивается сентябрем 2021 года. Соответственно, с точки зрения управления проектами, ну, надо понимать, что чат GPT не знает про седьмой PMBOK, например. Да, вот у нас курсы по управлению проектами идут уже давно по седьмой версии. Если чат GPT спросить о том, что он знает про редакции PMBOK, то последнее... Да, коллеги, пожалуйста, если вы видите, да, какие-то сообщения в чате по поводу звука, то вы помогайте, пожалуйста, пишите, чтобы коллеги понимали, что все в порядке. Да, последняя версия, которую он знает, это PMBOK 6. Вот, ну, собственно, 6 PMBOK, он тоже на самом деле ведь не утратил своей актуальности. То есть мы сейчас на курсах по управлению проектами говорим, что классические водопадные проекты – это процессная модель управления проектами. И все, кто изучал процессную модель, вы, наверное, помните вот такую диаграмму. Это диаграмма процессов из буквально шестого PMBOK. Соответственно, 49 прямоугольных рамок – это 49 процессов управления проектами. И если погрузиться внутрь каждой рамки каждого процесса, то можно, ну, это как заглянуть в бездну, да, можно увидеть, что для выполнения каждого процесса очень много каких-то документов, артефактов должно поступать на входе. Вот, например, процесс идентификации рисков – это то, что на входе требует обязательно разных планов управления проектом, требованиями, расписанием, стоимостью, качеством, ресурсами, рисками, базовый план по содержанию, закупочная документация, прочие документы проекта, да, журнал допущений, там, оценки длительности, реестр извлеченных уроков, ну, то есть много-много-много всего на входе. На выходе необходимо создать реестр рисков, отчет по рискам, обновить документы проекта, и для преобразования входа-выхода используются, там, два десятка инструментов и методов, и анализ данных, и фасилитации, и те же мозговые штурмы, да, совещания для того, чтобы выявить риски. И это, ну, только один процесс, да, а их много, и, собственно, в каждом много входящих документов, если это, например, планирование управления закупками, то тоже и планы, и документы, и всевозможные инструменты, артефакты будут использоваться для преобразования, на выходе стратегии закупок, план управления закупками и так далее. И когда, ну, лет пять еще назад, наверное, вот шли курсы по управлению проектами по вот этой вот процессной модели, я вспоминаю такой тихий ужас в глазах руководителей проектов, которые, ну, понимали, что их ждет для того, чтобы осуществить такой качественный менеджмент, для этого нужно все строго документировать, для того, чтобы повысить вероятность успеха, снизить риски успеха, документировать, согласовать все это, такие итерационные задачи, и руководители проекта в какой-то момент понимали, что, ну, собственно, они четыре проекта успеют сделать, закончить, пока кто-то сможет разработать вот эти вот все необходимые документы. И это справедливо, потому что не в каждой компании есть проектный офис с готовыми регламентами, библиотеками, шаблонов, не у всякого руководителя проекта есть помощник-ассистент, которому можно хотя бы что-нибудь из этого поручить. И мне тогда, ну, вот для того, чтобы немножко так разрядить драматичность момента, приходилось шутить на тему, что скоро, коллеги, появится искусственный интеллект, который сможет все эти документы сгенерировать, но боюсь, что тогда нам придется просто поменять работу. И сейчас я, честно говоря, вот так немножко в шоке от того, насколько быстро это будущее наступило, потому что сейчас это по факту так. То есть проблемы создания вот этих вот всех документов, регламентирующих и в целом вообще управление проектами, и документирующих конкретный проект, проблемы такой вот в связи с появлением ЧАДЖПТ сейчас я не вижу вовсе. Вот, например, недавно у меня появилась такая задача. Сейчас я включаю просто трансляцию экрана. Появилась такая задача, она в моей рабочей деятельности возникла. появилась необходимость разработать положение о структурном подразделении проектный офис. То есть простая ситуация, там в строительной компании создается проектный офис, ну и на уровне обязательного документа оборота любой организации должны быть разработаны положения о подразделениях, должны быть разработаны должностные инструкции. И вот положение, значит, о проектном офисе в конкретной отрасли. И, соответственно, если вы когда-нибудь выполняли такую задачу, ну, например, совсем с нуля, да, то есть нет никаких входящих образцов, шаблонов, каких-то готовых документов, которые можно взять за основу, это трудоемкая очень задача вот по разработке такого документа, потому что сначала придется прочитать весь интернет от начала до конца, отсеять лишнее, необходимое все переработать, структурировать, потом положить на свой контекст, на свою ситуацию в компании, потом приложить очень ощутимые трудозатраты для того, чтобы, собственно, разработать этот документ формальным языком, канцелярским языком, так, чтобы все было учтено, ничего, ничему не противоречило. Вот сейчас это выполнение этого задания, эта задача, она, в принципе, сворачивается, ну, до нескольких минут, ну, или нескольких, может быть, часов работы при взаимодействии вот с чат GPT. У меня кое-что есть на слайдах, потому что, ну, я не знаю, как на самом деле в конкретный момент времени поведет себя модель GPT. Вот бывает так, что она оказывается недоступной. Что-то есть на слайдах, но все равно, конечно, хочется кое-что показать вот на живом генерировании в чате. Соответственно, сейчас разработка такого документа сводится к тому, что пользователь формирует запрос. Вот у меня запрос звучит, как я хочу, чтобы ты выступил в роли опытного эксперта в управлении проектами в строительстве в России. Необходимо разработать положение о структурном подразделении, проектный офис с учетом отраслевых стандартов. Документ должен быть подробный, 30-40 страниц. И вопрос, да, из каких разделов может состоять документ, нужно 20 разделов по 4 пункта в каждом. Соответственно, я открываю чат, и у меня на слайдах примеры, и, собственно, то, что уже сгенерировано, это модель 4. А сейчас в демонстрации, в мастер-классе я буду использовать модель 3.5, потому что, ну, например, потому что у нее выше такая характеристика, как скорость. То есть качество на выходе получится другое, но скорость зато более впечатляющая. И вот в интерфейс чата я, собственно, ввожу запрос, отправляю этот запрос модели, и, ну, наверное, вам на экране тоже хорошо видно, с какой скоростью искусственный интеллект начинает генерировать положение в структурном подразделении проектный офис. То есть с точки зрения совсем недавнего времени это выглядит очень впечатляюще. И, ну, вот если посмотреть просто на то, что происходит, да, учитывает языковая модель очень многие, многие вопросы, многие аспекты проектного менеджмента. Собственно, все, чем должен заниматься проектный офис, это и орг структура, и функции проектного офиса, отношение проектного офиса с другими структурными подразделениями компании. Это один из принципиальных моментов. Жизненный цикл проекта, роли и обязанности участников, финансы, риски, управление качеством проекта, время, ресурсы, управление коммуникациями. И может так случиться, как вот в этом случае произошло, что он просто останавливается в какой-то момент, ну, где-то сам процесс генерирования текста завершился. Ну, в этом случае помогает вот такая фраза, запрос «Продолжай с того же места, на котором остановился». Вот, и он продолжает с того же места. В данном случае он как-то десятый пункт так немножко проигнорировал, но можно, собственно, вернуться к нему, обратиться с тем, чтобы он дегенерировал. И одно из основных преимуществ – это то, что с ним можно взаимодействовать. То есть это тот ассистент руководителя проекта, который на зарплате 20 долларов в месяц не устанет вносить вправки вот в этот документ. И он не будет проявлять недовольство, он не будет там, не знаю, требовать прибавки к зарплате за то, как он работает. Еще раз его надо подтолкнуть, да, с того же места, на котором остановился, чтобы он сгенерировал документ до конца. Ну, то есть, может быть, он и потребует, конечно, прибавку к стоимости, но я надеюсь, что не очень много и не очень скоро. Да, не будет проявлять недовольство, не будет упрекать руководителя проекта в том, что на предыдущем месте работы был какой-то более лучший руководитель проекта. И при этом сможет действительно вносить правки в соответствии с теми инструкциями, которые будет задавать пользователь. Ну, то есть, если в сгенерированном ответе нас что-то не устраивает, то можно либо внести какие-то коррективы в следующий запрос, либо сгенерировать подобный запрос в соседнем чате, либо выбрать команду Regenerate Response, ну, то есть еще раз задать тот же самый запрос и, ну, собственно, получить какой-то другой результат. Вот. Взаимодействие с чат GPT, на мой взгляд, это самое ценное указание ошибок и получение какого-то другого результата. И вы видите, что, ну, буквально в течение минуты, да, там, скажем, структура положения в проектном офисе, она готова. А дальше, ну, собственно, осталось сгенерировать текст отдельных разделов, ну, то есть, например, вот планирование реализации мер по снижению рисков. Следующий запрос, который можно направить в модели, сгенерируй текст раздела планирование реализации мер по снижению рисков и разработать по очереди просто каждый следующий раздел тоже с какими-то правками, корректировками и так далее. Коллеги, я вижу там, краем глаза в чат сыплются вопросы, да, вот по поводу того, как зарегистрироваться в России. Вообще в России, не в России, во многих странах на самом деле заблокирован чат GPT, причем с разных сторон, то ли со стороны компании OpenAI, которая является разработчиком чат GPT, то ли сами страны блокируют, например, Италия заблокировала чат GPT за потерю персональных данных, по-моему, плательщиков вот этой подписки. Вот, следом за Италией и Германией тоже собирается это же сделать. Вот, но по моему глубокому убеждению руководители проектов решают и должны решать гораздо более сложные задачи, чем разобраться с тем, как подключиться к чат GPT. Это, как видите, совершенно реально, то есть можно сделать. У меня нет задачи на этом мастер-классе там рассказывать, как это сделать в России, вот, потому что достаточно статей в сети на эту тему, вот, и это абсолютно несложная задача, ну, то есть просто можно поисследовать эту тему. То, что вы интересуетесь этой темой, то, что вы подключаетесь к подобным мастер-классам, это совершенно правильно, то есть это дает преимущество быть на шаг впереди, потому что искусственный интеллект в дополнение к рациональному интеллекту, к эмоциональному интеллекту, он, на мой взгляд, прочно входит вообще в деятельность, то есть это не волна хайпа, вот, как бывает иногда, как, например, в свое время с Клабхаусом было, а это то, что будет использоваться в работе, в практике и по последним исследованиям повышается эффективность, продуктивность, качество работы, ну, собственно, сокращение времени на подобные рутинные задачи, как вот разработка, там, положение структурного подразделения, разработка должностных инструкций или каких-то регламентов или или еще чего-то, чего-то на 50%, ну, то есть в два раза быстрее начинает человек работать, а качество работ, ну, то есть результат, да, который, результат сгенерированного вот этого документа, он тем выше, чем изначально ниже базовый навык самого человека, самого пользователя, то есть особенный прирост эффективности чарджи 5 дает тем, кто, ну, вот, осваивает профессию, возможно, ну, стажер, тот, кто является новым человеком в профессии и чарджи 5 подтягивает вот специалиста до уровня уверенного среднего специалиста, вот, ну, и, собственно, для высокопрофессиональных людей это тоже тоже хорошо, удобно и полезно. по поводу того, что известные случаи суицида, да, это известная проблема выравнивания искусственного интеллекта в принципе по ценностям человека и вот эти две противоречивые характеристики языковых моделей полезность и безопасность для человека они все время выравниваются и, собственно, ну, конечно, все это исследуется и, конечно, вопрос потери контроля над системой, которая может в какой-то момент оказаться умнее любого живого человека, вопрос контроля, он важный и это вопрос большой, ну, то есть, это там не в формате совсем короткого мастер-класса, это не столько имеет отношение к управлению проектами, сколько ну, взаимодействию по поводу наверное не про проекты все-таки, да, да, известны случаи, когда при создании лекарственных препаратов исследователи случайно получали несколько десятков тысяч новых химических соединений, некоторые из которых гораздо токсичнее всех известных там боевых отравляющих веществ, ну, поэтому развитие языковых моделей, развитие искусственного интеллекта будет все время сдерживаться вот этим выравниванием по ценностям, я думаю, что исследователи, разработчики, они все это прекрасно понимают, для думающих эффективный помощник, для новичков препятствия, ну, тут, понимаете, это можно обсуждать, это спорный вопрос, вот, для меня это абсолютно такой сейчас уже незаменимый ассистент, если, я вижу, тоже краем глаза вы про телеграм пишете, если вы будете к ботам телеграм подключаться, то имейте в виду, что вы подключаетесь к модели пред, пред, предыдущей, ну, то есть и не 4, и не 3,5, вы подключаетесь к третьей модели, вот, она как раз не инструктирована живым человеком, ну, то есть с точки зрения количества параметров и учебных данных, она такая же, как 3,5, и сравнима с моделью GPT-4, вот, но там ответы будут с таким привкусом машинного масла, с таким нейронным акцентом, на самом деле, да, так же, как вот первые версии Алисы, да, там разговаривали немножко же металлическим языком. хорошо, вот такая, видите, задача с запросом, ну, и по поводу формирования запросов мы тоже будем с вами говорить, задача с запросом решается. Включу просто трансляцию еще раз. Да, а известный, например, случай, вот если говорить все-таки про управление проектами, о том, как профессор из США, например, заставил чат-ботов разработать бизнес-проект за 30 минут, и то, что некоторое время назад звучало просто как фантастика, сейчас, ну, наверное, уже, собственно, никого не удивляет, абсолютно абсолютно хорошо представляю себе, как это можно сделать, потому что, ну, я в том числе тестировала чат-жи-пяти на запросах просто об бизнес-идеях инвестирования, ну, с учетом тех данных, которые он знает о мире, в России, в разного рода проекты, и абсолютно не вижу проблемы сгенерировать там бизнес-план, использовать чат-бот для рассылки оповещений, преувеличения, вовлечения заинтересованных сторон и так далее. Вот, это то, что без предисловий, то есть можно без какой-то особой подготовки задать запрос, если вы достаточно описали контекст, если вы сформулировали задачу, чат-жи-пяти просто ответит на этот вопрос, да, и дальше уже можно будет строить с ним диалог. Какие вопросы, в принципе, ну, может быть, помещаются вот в этот небольшой формат. Что такое чат-жи-пяти, как он может помочь в управлении проектами, собственно, с его точки зрения, алгоритм составления запроса, может быть, попутно будем обсуждать некоторые технические вопросы, или если будут от вас вопросы в чате возникать, эволюция нейросетей, вот языковых моделей, тоже хочется понимать немножко, что под капотом, да, вот у подобных интерфейсов искусственного интеллекта, для того, чтобы правильно с ними общаться, все-таки направлять запрос и получать релевантный ответ, адекватный ответ. Ну, и, конечно, тот вопрос, который интересует, сможет ли artificial intelligence полностью заменить человека в управлении проектами. Спойлер, клянется, что нет, но, но, да, всегда есть какое-то но. Хорошо, что такое, ЧАД-GPT, да, это два определения на слайде сейчас, с зелененьким значком это модель 3.5, с черненьким значком это модель GPT-4, вот, но в этом смысле у них никаких там противоречий, расхождений нет, и то и другое определение сообщает о том, что это искусственный интеллект, это большая языковая модель, то есть, то, что называется Large Language Model, обученная на базе архитектуры GPT, Generative Pre-Train Transformer, то есть, это архитектура трансформера, это технология трансформера, которая в свое время была революционной, это 2018 год, с точки зрения нашей жизни, 2018 год был совсем недавно, с точки зрения развития нейросетей, это просто эра динозавров, и вот технология трансформера, она появилась в то время, и, собственно, многие языковые модели ее используют, Pre-Train, то есть, она предобученная, на вот тех данных, которые были на сентябрь 2021 года, можно при случае будет ее удивить информацией про 7 PMBOK, например. Да, как может чат GPT помочь в управлении проектами? Это тоже запрос к самому чату, ну и, соответственно, вот на слайде варианты ответов, да, то есть, могу помочь вот в планировании проекта, в составлении плана, в распределении ресурсов, риск-менеджмент, организация, коммуникация, управление временем, мониторинг и контроль, то есть, если встроить чат GPT во всевозможные сервисы, вот, например, одна из, один из запросов, который я отправляла, это то, как можно чат GPT интегрировать с Trello, очень такой, любопытный вариант, причем сама эта модель, она сообщает о том, как по шагам можно выполнить эту операцию, включая архитектуру веб-приложения, бэк-энд, фронт-энд, структуру программного кода, то есть, четвертая модель хорошо умеет программировать, хорошо, с ошибками, но все равно хорошо, да, ну, то есть, можно, скомпилировав код, обнаружив ошибки, указать на эти ошибки, сама модель внесет изменения в программный код, и, собственно, не будучи, даже не будучи программистом, и просто не понимая, собственно, как устроены, например, веб-приложения, пожалуйста, программирование на Python, пожалуйста, программирование на Java, пожалуйста, обращение ко всем сервисам, на которых будут развернуты сервера, на которых будут храниться данные, во всем этом ChargeGPT может быть помощником, а дальше Welcome в Trello, да, в котором встроенный сервис ChargeGPT создает, например, карточки задач, например, собирает какие-то оповещения от участников проектов, например, агрегирует отчетность по выполненным задачам, мало того, агрегирует, еще и анализирует, выдает аналитический отчет в виде текста, ну, и так далее, мониторинг-контроль, закрытие проекта, ChargeGPT может помочь в анализе завершенного проекта, а сейчас четвертая модель, ну, я как-то больше все-таки с четвертой работаю, четвертая модель умеет на вход принимать 32 тысячи токенов, то есть это 50 страниц текста на английском языке, на русском существенно меньше, но вот на английском языке 50 страниц, то есть по большому счету можно загрузить документацию проекта на вход и получить на выходе анализ, анализ, вот то, что предполагается в закрытии проекта, анализ завершенного проекта, определение извлеченных уроков, полученного опыта, подготовки отчетов и так далее, и так далее. Вот это, конечно, пока еще звучит как фантастика, но уже вполне, вполне в это веришь. Да, задачки, на которых я его тестировала, которые мне кажутся, ну, кажутся любопытными, да, вот одна из них, такая абсолютно классическая, тривиальная задача для управления проектами, это расчет сетевой модели. Внезапно оказалось, что он умеет строить сетевые диаграммы, то есть, если, например, есть какая-то задача, любая, ну, то есть, есть у вас план проекта, сейчас, секундочку, план проекта, который состоит там из некоторого количества этапов работ, как-то они связаны между собой, сколько-то длятся, да, сколько-то стоит и так далее, и так далее, вот, можно загрузить эту задачу, собственно, в чат GPT и посмотреть, как он рисует сетевую диаграмму, рассчитывает критический путь проекта, но, когда ты начинаешь загружать вот эти запросы, вдруг оказывается, что поставить задачу ассистенту, ну, то есть, определить задание правильно, корректно, так, чтобы это были кривые данные, так, чтобы не было двусмысленности, все было понятно, и так далее, и так далее, оказывается, задача очень непростой, вот, поэтому я большую, крупную задачу разбиваю на мелкие шаги, и вот в модель 3.5 загружаю просто задание, нарисуйте сетевую диаграмму проекта по предложенным данным, как с этой задачей справилась четвертая модель, это, собственно, нарисованная сетевая диаграмма с рассчитанным критическим путем, причем с правильным ответом, сейчас, вы видите, экран мой, секундочку, то есть, что делает, что делает чат GPT, вот, в модели 3.5 для построения сетевой диаграммы, он в рамке, такой же, похожий, вот, как программный код, просто отрисовывает сетевую диаграмму, правда, я вот вижу, что он делает это неправильно, то есть, он, да, учитывает предшественников последователей, но он все перепутал, перемешал, у задачи C, например, по входящим условиям нет предшественника, для каждой задачи ранний старт, ранний финиш, обратите внимание, пожалуйста, то есть, расчет критического пути по всем правилам, как положено, прямой расчет, обратный расчет и так далее, где-то он застрял, да, надо немножечко его подтолкнуть, да, чтобы он продолжил анализ ранних, поздних стартов, финишей, вот, ну, что-то многовато, он уже пытается посчитать критический путь на простых данных, ну, вот, модель 3.5, да, то есть, то, что мы получим при уже обработанном запросе, получающий резерв для каждой задачи, путается немножко в показаниях, то есть, видите, он что-то в рамку помещает, что-то, что-то отдельно, просто в интерфейсе чата, отображает, отображает, вот, и если вы, ну, встретите где-то на просторах интернет, там, рекомендацию о том, что при неверных вычислениях можно как-то, ну, скажем, его подтолкнуть, попробовать пересчитать, попробовать там рассуждать по шагам, надо понимать, что это все-таки математическая задача, 127 недель, это неправильный ответ на вопрос, то это не совсем так, ну, то есть, даже если я сейчас попробую его посчитать по шагам, сетевую диаграмму этого проекта, я получу результат другой, но не факт, что он будет верный, правильный. Я хочу показать, что запросы можно, ну, что называется regenerate, да, и, собственно, в исходном состоянии запрос, даже не меняя никакие инструкции, снова отправить отправить вот в генерирование чапу GPT и на абсолютно такую же инструкцию в запросе получить совершенно другой вариант ответа, совершенно другой ответ, ничего абсолютно ничего абсолютно не меняя, то есть, это уже не 147, а 126 недель, ничего не меняя, я снова отправляю, да, это такая вариативность, то есть, это здоровая, конечно, здоровый элемент случайности, вот в расчете вероятности там следующих слов, вот, но, видите, к сожалению, в математике это не работает, и добиться правильного ответа в этом случае никакими дополнительными инструкциями, там, суперслова или какие-то магические, знаете, такие заклинания, это не поможет, потому что это, ну, все-таки не калькулятор, это языковая модель, то есть, все, что делает любая языковая модель, это угадывание следующего слова на основании всех предыдущих, вот, с учетом, ну, в третьей модели 175 миллиардов параметров, то есть, та задача, которую четвертая версия решила очень быстро, я сейчас переключусь все-таки из этого чата в правильный ответ, модель 3.5 делает достаточно долго и неэффективно, вот, точно такой же запрос, но это модель GPT-4 и таблица с данными, сетевая диаграмма абсолютно корректно построенная, рассчитанные все пути на проекте, ну, и, собственно, правильный ответ, да, критический путь действительно в этих данных такой, как сгенерировала четвертая модель и длительность критического пути действительно 60 недель, ну, то есть, в модели, даже в модели 3.5 рассчитывать на то, что это будет, ну, корректный ответ, особенно в математических задачах не нужно, да, ну, то есть, никакая магия в этом смысле не поможет, чудес не бывает, то есть, математика, она пока остается за пределами возможностей модели 3.5, а вот модель 4, она все-таки, все-таки уже умеет это делать. Здесь можно до бесконечности перезапускать вот этот вот запрос и каждый раз получать разный вариант ответа, и очень много вариантов, очень много, ну, то есть, я пробовала это делать, будут неправильные, ну, то есть, вот, пока, пока это вот так, поэтому сетевые диаграммы, коллеги, пока рассчитываем своими силами, своими средствами, где-нибудь в другом интерфейсе. Сам по себе алгоритм запроса, если мы хотим получить такую релевантную информацию, ну, то есть, если это не математическая задача, а если это вот задача, например, по генерированию каких-то документов, как это было в самом начале. Это похоже на то, как выглядел, собственно, запрос вот на создание положения в структурном подразделении. Это сначала определение роли чата GPT, ну, то есть, это роль опытного консультанта, опытного эксперта, это роль ассистента, руководителя проекта, это роль руководителя проектного офиса и так далее. Определение контекста. Вообще, на самом деле, в языковых моделях контекст является определяющим. И вот эти 175 миллиардов параметров угадывания следующего слова относительно всего предыдущего контекста. Поэтому решающее даже не столько определение роли, сколько определение контекста. Ну, то есть, что это, например, строительная компания, что это, например, отраслевые стандарты, что это, например, Россия, что это, например, например, да, то есть, вся входящая информация, которую вы, ну, считаете, важна для ассистента вот при разработке этого документа. Определение задачи и порядка ее выполнения. Вот тут можно очень сильно промахнуться. Если, например, попросить сгенерировать там устав проекта, начиная с раздела назначения обоснования, он, конечно, начнет с раздела назначения обоснования, но он не остановится на нем и придется ждать, пока он все разделы сгенерирует. Вот, если вы хотите только один раздел, только обоснование проекта или угрозы отказа от реализации проекта, или полномочия руководителя проекта, то так и надо формулировать задачу. То есть, у задачи, ну, как, пожалуйста, классический менеджмент, у задачи должно быть начало и конец, да, то есть, чарджи 5 в этом смысле тоже должен понимать, где она начинается и где она заканчивается, эта задача и порядка ее выполнения. Следующий пункт, определение примеров решения задачи, тоже один из определяющих. Именно примеры дадут, наверное, самый ощутимый прирост качества ответа вот этого ассистента. Определение стиля. стиль хорошо работает абсолютно и в 3-5, и в 4 академический, разговорный, шутливый, технический, канцелярит, да, то есть, разные-разные варианты. Ну, понятно, что можно, конечно, попросить, не знаю, разработать инструкцию к пылесосу в стиле сонетов Шекспира, да, но можно и сам по себе документ или ответ на письмо по электронной почте можно тоже определить, мало того, что определить по стилю, еще и откорректировать его, то есть, если я понимаю, что тот вариант ответа, который он сгенерировал, слишком формальный, то я прошу его, ну, немножко сбавить, вот эту формальность, и чуть-чуть добавить разговорности, сленга там и так далее. Определение формата ответов. Маркированный список, нумерованный список, таблица, эмодзи. Со стихами лучше с ним, вы знаете, не экспериментировать. Я попробовала, поняла, что стихи проще самому человеку пока писать на русском языке. На английском там все нормально, то есть, там и размер, и рифмы, и все хорошо. На русском, значит, пока, это самое. Дальше, добавление магии, да, про подумай хорошо, давай подумаем шаг за шагом, это иногда работает, но нет. Ну, то есть, на самом деле, не то, чтобы это действительно были бы какие-то магические фразы, которые давали бы какой-то эффект. Исправление ошибок. Если это не математика, то это работает очень хорошо. То есть, контекст, начало, конец задачи, примеры, стиль, формат, и корректировка ошибок, если, ну, вот мы понимаем, что результат какой-то для нас неподходящий. И, конечно, интересно в этом смысле, строить целые диалоги с ним, да, и чтобы он мог или отвлекаться от предыдущего контекста, или учитывать весь предыдущий контекст. Есть и возможность очистки истории чатов, и инструкция, игнорируй весь предыдущий контекст, и инструкция, продолжай с того места, на котором остановился, и, соответственно, можно вот задавать подобные запросы, ну, то есть, например, я хочу, чтобы вы действовали как консультант по управлению проектами. Описываю проект, вы задаете мне вопросы. И давайте вот начнем. То есть, он выступает в роли коуча, да, такого наставника. Хочу, чтобы вы выступили как консультант, разработать стратегии планирования контроля управления проектами. Стратегию, да, и мне нужна помощь в управлении проектом. Консультант, опять же, да, помочь с планированием, оценкой рисков, контролем проекта, какие практики можно использовать. Как тренер по управлению проектами и вообще, на самом деле, в разные системы обучения сервис самого чата GPT сейчас встраивается. Коллеги, мне интересно, просто мне интересно, что бы вы хотели просто спросить у чата GPT, ну, просто как запросы, да, по аналогии. роль, контекст, определение задачи, может быть, короткий пример, можно без примера, но пример действительно повышает качество выдачи. Стиль, формат, ну, собственно, магия ошибки, это уже реакция на то, что он что-то не так сделал. Что вам было бы интересно спросить у чата GPT? Что вы у него узнаете в контексте управления проектами, конечно? Если можно, просто накидайте в чат какие-то свои запросы вот по теме управления проектами. Вот. А я пока поделюсь с вами тем, как можно развернутый диалог построить вот по поводу проекта. Например, это тоже один из примеров из моей практики. Запрос. Я хочу, чтобы ты выступил в роли руководителя проекта. Через две недели должен начаться долгосрочный проект по разработке внутреннего IT-сервиса в банке, территориально России. Окончание ориентировочно декабрь 2023 года. В команду входят архитекторы, аналитики, разработчики, тестировщики. Все задействованы параллельно в других проектах. И надо что-то по этому проекту сделать. Ну, то есть, собственно, контекст, он определен. А дальше мы ставим задачу, ну, собственно, что мы хотим, что мы хотим от модели получить. А вот, например, мне для обоснования проекта, допустим, интересно направить запрос «Сгенерируй перечень угроз отказа от реализации проекта». И, ну, построить такой полноценный диалог. Сейчас я включу трансляцию экрана. построить полноценный диалог, ну, собственно, на тему какого-то конкретного проекта. Вот, причем, видите, могу сгенерировать для вас перечень угроз отказа от реализации проекта. Неправильно определенные требования, недостаточно четко определенные роли, нехватка квалифицированных специалистов на рынке труда. Ну, то есть, здесь очевидно, что ЧАРДЖИПТ отвечает не на тот вопрос. Это проблема двусмысленности инструкций, которые ему направляются. Ну, так бывает не всегда, в другом случае он может по-другому понять этот запрос. Но эта проблема будет актуальной при подготовке таких профессионалов, которые называются инженеры, инженеры запросов к ЧАРДЖИПТ. Например, меня интересует не проблема с качеством кода, меня интересует аргументация, какие последствия наступят, если управляющий комитет откажется от реализации этого проекта. И поэтому перечень угроз, перечень рисков на самом деле на проекте. Перечень угроз это, конечно, хорошо, но можно отредактировать свой запрос. Ну, то есть, я попробую переформулировать, ты неправильно понял. Меня интересует аргументация, описание последствий, аргументация обоснования, описание последствий отказа от проекта, отказа от проекта, последствий для компании. Вот, пожалуйста, там, в режиме реального времени, как можно неправильно сформулировать запрос и неправильный ответ получить. Саня, последствия для компании, отказа от проекта. Вот, видите, модель извиняется, говорит, отказ от реализации проекта может привести к серьезным последствиям для компании и поехал уже все-таки перечень угроз, ну, то есть, то, что изначально было нужно и интересно, потеря доверия, потеря потенциальной прибыли, ухудшение репутации и так далее, и так далее. Вот, а дальше, с учетом всего этого предыдущего контекста, он помнит весь чат, весь диалог, можно продолжить, ну, то есть, проект только начался, да, то есть, мы только обосновываем идею этого проекта, аргументируем, что на него нужно согласиться. А дальше следующий запрос, он-то про седьмой PMBOK не знает, а про Agile знает, да, я, например, хочу, чтобы ты выступил в роли, секундочку, чтобы ты выступил в роли консультанта по управлению проектами, и вот, сможет ли команда этого проекта работать по Agile, и задумался, он что-то, сможет ли команда работать по Agile. вот, ну, что такое гибкое управление проектами? Модель 3.5 знает. Вот Дмитрий спрашивает, да, откуда модели знать, проектное окружение, интересы владельцев, контекст проекта и так далее. Например, знать из нашего контекста, который мы можем в него загрузить, то есть это я описываю, что, да, мысли читать не может, это правда, это я описываю, что это банк, что это разработка внутреннего IT-сервиса, а больше ничего не описываю. Вот, а могла бы я писать, могла бы сказать, что, допустим, в банке есть какая-то предыстория, хорошая, плохая, там, удачный опыт, неудачный опыт и так далее, и так далее. Вот, и он бы тогда с учетом этого сгенерировал бы вот эти угрозы, отказа от проекта. Во-первых, во-вторых, то, что мы получаем как выдачу, можно использовать, ну, естественно, со своей последующей редактурой, так всегда, вот, без редакции, без редакции не обходится, это совершенно точно. Вот, а мы пока тем временем получили ответ на вопрос, сможет ли команда работать по Agile? Сможет, даже если у нее нет опыта работы в Agile. Дальше продолжаем по поводу этого же проекта. Ну, если по Agile, то я хочу, чтобы ты выступил в роли бизнес-аналитика, сформируй пять пользовательских историй для продукта этого проекта. Ну, все, просто следующий, следующий запрос, и, соответственно, видите, какой, да, готовность такая, да, конечно, говорит, могу выступить в роли, пожалуйста, руководителя проекта, ассистента, консультанта, в роли бизнес-аналитика, и пошли юзер сториз, да, как пользователи. Я хочу, чтобы IT-сервис обеспечивал надежную, быструю работу, был легок, удобен в использовании, масштабируемый, гибкий. Если вам не подходят, собственно, такие варианты, ну, можно попробовать скорректировать его, можно дать пример. Вот еще раз повторюсь, примеры всегда повышают качество выдачи. вот, вот, пожалуйста, реестр стейкхолдеров проекта, то есть, кто является заинтересованными сторонами. Полина спрашивает, можно ли дообучить по седьмому PMBOK? Нет, ну, то есть, это, в принципе, не предполагается, чат GPT не умеет обращаться ко внешним ссылкам и получать дополнительную информацию. Ну, и, собственно, удивить-то его, конечно, можно, то есть, он согласится, скажет, окей, вот, но, с нашей стороны, максимум в рамках одного чата можно какие-то корректировки выполнять, потому что, как только я выберу следующий чат, он все забудет, просто все, и про седьмой PMBOK, и про 77 PMBOK, и сама по себе модель от той информации, которую мы ему даем, она не развивается, ну, то есть, обучение модели, это все-таки на стороне разработчиков происходит. Да, это основа, и это 80% времени, совершенно точно, Владимир. У меня просто сейчас в работе вот эти все, вот эти все задачи, Дмитрий подсказывает, что не стоит пытаться, да, ну, то есть, оно как-то возможно, это до обучения, оно возможно, как минимум, смотрите, на, в интерфейсе обратной связи, да, то есть, можно, вот этими, одобрительными или наоборот, осуждающими этими самыми реакциями, можно дать обратную связь о том, от живого человека, о том, какой вопрос подходит, какой не подходит, но это примерно 1% вообще от обучения языковой модели, до обучения на обратной связи. Обучение, да, в рамках одной чат-сессии, совершенно верно, причем это не то, чтобы обучение, он просто запоминает этот контекст, но, еще раз повторюсь, вот, размер запроса у него ограничен примерно 50 страницами текста на английском языке, на русском языке это существенно меньше. Да, а у нас тем временем перечень стейкхолдеров проекта, пожалуйста, команда, пользователи, топ-менеджмент, ну, то есть, это реально сложная работа, которую приходится, ну, как много информационного шума, белого шума генерировать, да, и вот именно эту рутину берет на себя, берет на себя вот этот ассистент. А то, что уже касается прямо-таки тонкой специфики именно вашего проекта, вашей ситуации, ну, естественно, это вопрос редактуры, то есть, можно вносить какие-то корректировки. дальше продолжая разговор, я хочу, чтобы ты выступил в роли специалиста по планированию и создай план этого проекта в формате таблицы, ну, со столбцами, то есть, это буквально определение формата ответа. И вот пошла таблица, да, причем у меня достаточно сложная здесь задача, можно было бы попроще, вот, но здесь прям структура задач иерархическим списком трех уровней декомпозиции. Надо сказать, что четвертая модель скромнее, то есть, она в ответ на такой запрос говорит о том, что я могу примерный список работ, примерные оценки длительности, дат, стоимости, вот, но их нужно будет уточнять с учетом каких-то данных по проекту. Вот, ну, в общем, суть в том, что он, да, генерирует вот этот вот план, я уже не буду продолжать про риски, да, хочу, чтобы ты выступил в роли риск-менеджера в формате таблицы реестр рисков этого же проекта, то есть, видите, в рамках одного чата он запоминает предыдущий контекст и он его учитывает. То, что касается фактических данных о мире, он от нас ничего не узнает, вот, из того, что было после сентября 21-го года, не узнает. То есть, вот эти реакции, там плюс-минус, которые мы можем палец вверх, палец вниз, это скорее реакция живого человека на качество ответа. Ну, то есть, это то, что называется instruct, GPT, проинструктированный человеком. То есть, мы же не изменяем количество параметров и мы не изменяем для него количество учебных данных. вот, поэтому, нет, он знать о мире не будет, просто он будет понимать, какой из его ответов понравился, а какой нет. Вот и все. Ну, сейчас, вот Андрей спрашивает, какую версию, сейчас открыт API третьей модели, 3.5 доступно в формате чат GPT, GPT-4 доступен тоже в формате чат GPT, то есть, в формате чата. Вот, третий и 3.5 бесплатные. Вот, четвертая 20 долларов в месяц. Ну, то есть, это такое дело. Я работаю с четвертой, ну, то есть, на основе запросов математических с ними, конечно, четвертая модель заметно лучше справляется, поэтому все, ну, поскольку она мне доступна, я, в принципе, с моделью 3.5 работаю только тогда, когда мне нужно очень быстро сгенерировать, что четвертая, она заметно медленнее это делает, поэтому, да, вот так. Да, тем временем появился список рисков, да, питон с третьей работой, вообще, в принципе, третья доступна сейчас, код всех остальных он закрыт, вот, третья модель доступна для встраивания в сервисы, в телеграм-боты и так далее, и так далее. GPT-3, вот то, что называется GPT-3. Недостаток опыта Agile, изменение требований, техническая проблема, задержка поставок, нарушение конфиденциальности, вот, пожалуйста, оценка вероятности, стоимости, реагирование, план минимизации, триггер и план реагирования на наступивший риск, да, то есть, если этого недостаточно, то можно, ну, следующим запросом задать, сгенерируй еще пять рисков, сгенерируй еще 55 рисков, то есть, это такое дело, и да, он однажды исчерпается, да, он однажды начнет повторяться, но тогда станет понятным, что все, космический рак закончился, вот, в части рисков и так далее. Хорошо, и дальше можно было бы продолжать и продолжать этот диалог, вот, в рамках одного проекта, речь идет об одном проекте, и удерживая вот этот весь предыдущий контекст, мы обращаемся, апеллируем к чат-GPT, как к каждому следующему ассистенту, ну, то есть, сначала это, видите, консультант по agile, бизнес-аналитик, специалист по планированию, риск-менеджер профессиональный, дальше можно к нему обратиться, как к опытному HR-менеджеру, опытному рекрутеру, попросить составить текст вакансий, например, для системного аналитика, который входит в команду ресурсов этого проекта, и так далее, то есть, это, ну, на мой взгляд, это абсолютно впечатляющие результаты, вот, с точки зрения того, что важно для руководителя проекта, это скорость и качество работы с данными, и да, это действительно 80% того, на что уходит время. Вот, это то, что в рамках, ну, одного диалога можно получить, то есть, вот, во-первых, это задачи, да, с математикой 3-5 хуже справляется, если это сетевые диаграммы и критические пути, во-вторых, это запросы полноценные, просто на генерирование документов, в-третьих, это диалог в рамках конкретного проекта, который можно продолжать и продолжать и продолжать, вносить какие-то коррективы и так далее, естественно, с учетом всего заданного контекста, с учетом примеров пользователей, чат GPT будет редактировать, корректировать и так далее. А вот еще один вопрос, который, ну, тоже интересно, наверное, посмотреть в рамках мастер-класса и то, что актуально для нас вот в управлении проектами, это то, сможет ли чат GPT сдать экзамен PMP. Модель GPT-4 проверяли на экзаменах, на реальных экзаменах по разным предметным областям, там, физика, химия, литература, право, математика, вот, причем результаты сдачи реальных экзаменов неутешительные для человека, но то есть есть какие-то дисциплины вроде литературы и языка английского, там, где чат GPT справляется не лучше 30% людей, вот, а если это, например, право медицины, то он справляется лучше 90% людей, причем, ну, надо понимать, что это не рандомные люди, не случайные, это те, кто готовились сдавать экзамен, вот, и уже, ну, скажем, лучше, чем 90% таких людей чат GPT сдает экзамен, вот, у нас экзамен свой, да, то есть у нас, например, PMP или вообще, в принципе, любая сертификация, мне для того, чтобы это посмотреть, в помощь будет, ну, вот такая вот тестовая модель Алексея Кенкевича, ну, то есть это просто симулятор, симулятор PMP на русском языке как раз по той версии, которую знает чат GPT, то есть это шестая редакция, процессная редакция, PMBOK, и можно выбрать, ну, в принципе, в рубрикаторе любую область знаний, управление заинтересованными сторонами проекта, да, и ради интереса выбрать какой-нибудь, ну, более или менее сложный кейс, тот, который предполагает, ну, некую конфликтную ситуацию, то есть не просто знание, что такое критический путь, это знает чат GPT, как видите, он знает, и что такое ранние и поздние даты, может быть, он их не очень хорошо считает, но знает, вот, а выбрать какую-то проблемную ситуацию, то есть что-то, вот я вижу в тест, значит, Константин Валерьевич работает в крупной фирме, которая специализируется на заказной разработке прототипов, и четыре варианта ответов. Сейчас весь вопрос, конечно, подробно читать не буду, вот, просто скопирую этот вариант и попрошу чат GPT разобраться с этим вопросом, посмотрим, вот как он, как он с этим справится. Я добавлю к самому вопросу инструкцию, значит, проанализирую четыре варианта ответов и выбери правильный. Сейчас включу трансляцию. Вот, и дальше на самой базе Алексея Микевича разберемся, посмотрим, так ли это или нет. Вот, здесь проблемная ситуация. Константин Валерьевич Белочкин, значит, работает в крупной фирме, которая специализируется на заказной разработке прототипов бытовой техники для последующего серийного производства. Вот, вот, контекст. В данный момент Константину поручен очень необычный интересный проект. Всемирно известная компания решила вывести на рынок новую модификацию соковыжималки, с помощью которой можно будет добывать сок из фруктов. Белочкин достаточно опытный руководитель проекта, но иногда считает нужным проверять свои решения в соответствии методологии. В этот раз он решил проверить, что придется обновить после заполнения плана вовлечения сторон. Реестр заинтересованных сторон, расписание, бюджет и реестры бюджет. Вот, и, собственно, задача. Проанализируй четыре варианта ответа, выбери правильный и аргументируй. Значит, что говорит нам ChargeGPT? Наиболее правильным вариантом ответа являются реестры заинтересованных сторон и пошла аргументация. Я не буду вслух читать список людей, значит, расписание, бюджет, важные элементы, но все-таки, значит, реестры заинтересованных сторон важнее и базовый план исполнения важнее. Я открываю саму базу Алексея Минкевича и проверяю. Первый, значит, вариант предложил ChargeGPT. Вот, и насколько этот вариант правильный со всей его аргументацией. Первый вариант, а вот видите, неправильный, да, то есть обновлять нужно было расписание проекта и реестр заинтересованных сторон. То есть, по крайней мере, в версии нашего с вами коллеги на один вопрос точно не ответил бы. Дальше. Это все заинтересованные стороны. ну и, соответственно, все еще, значит, у нас какой-нибудь, какой-нибудь вопрос. Вот, водит проектом Центра обработки данных. Документы являются частью проектной документации. В середине проекта. Я просто смотрю какой-нибудь более или менее интересный вопрос. Тот же Константин Иванович Валерьевич, точнее, Белочкин. Значит, вот тоже подобная инструкция, похожая инструкция, но уже похоже, ну, все-таки на более или менее, скажем, такой кейс, да, проблемный из жизни, ну, то есть, не просто знание, там, терминов, определений, вот, а это разобраться в какой-то конфликтной ситуации. Вот, и, соответственно, тоже сейчас включу трансляцию. Вот, Чарджи Пяти выбирает второй вариант ответа предпочтительного способа коммуникации для каждой из заинтересованных сторон. Для чего, для определения чего может быть использована матрица оценки вовлеченности заинтересованных сторон? Для предпочтительного способа коммуникации. Да, ну, и вот заодно информация про стейкхолдер engagement assessment metrics. Вот, ну, соответственно, если проверить на второй вариант, второй вариант тоже оказывается неправильным, собственно, для, не для способа коммуникации, а для коммуникационных проблем. Провалил, короче говоря, вот, в части управления стейкхолдерами провалил чат GPT, по крайней мере, в модели 3.5 провалил этот экзамен. Можно попробовать выбрать какую-то другую область знаний, то есть, например, управление командой. Я намеренно выбираю то, что связано больше с человеческим фактором, управление ресурсами, проекта, вот, потому что там, где речь идет о расписании стоимости, там все более или менее несложно. Попробую предложить спонсору совместно с командой выработать условия. Вот такой вопрос попробую задать. Я его тестировала на самом деле на этих вопросах, но хочется в режиме реального времени посмотреть, как это работает. И, соответственно, такая же инструкция, тоже проанализируй четыре варианта ответа, выбери правильный и аргументируй. Вот, и кейс, кейс про напряженный увлекательный проект. И как лучше поступить в сложной ситуации. К вам пришли два члена проекта, стали просить прекратить совещание или проводить совещание без них. Более того, спонсор проекта попросил вас пригласить его на следующее совещание команды. И что вы должны выбрать? Предложить спонсору прислать ему информацию, совместно с командой выработать новые правила проведения совещаний, командообразующие мероприятия. Вот, наиболее правильным вариантом ответа второй, совместно с командой выработать новые правила проведения совещаний. Попробуем на базе Алексея Минкевича проверить, правильный ли это ответ. Да, это правильный ответ, ну, то есть, как-то со стейкхолдерами все сложнее, а вот, как выяснилось, как оказалось, с командой проекта Chargpt справляется лучше с этими вопросами. Вообще, говоря, скажем, процент правильных ответов, ну, столько, сколько я вот его тестирую, именно на экзаменационных вопросах, ну, те, кто готовился к сдаче экзамена PMP, вы знаете специфику этих вопросов, у него очень высокий процент правильных ответов, ну, то есть, я так подозреваю, что если бы действительно была реальная ситуация, когда ему пришлось бы сдавать экзамен, то он бы его сдал, да, ну, то есть, может быть, да, со стейкхолдерами вообще всегда сложно, да, это правда, вот, ну, да, я специально выбираю, да, вот эти человеческие вопросы, в которых все неоднозначно, вот, но получил бы все-таки анализ от института PMI о том, что надо подтянуть вот это вот знание, если бы сдавал по процессной модели, да, сдал бы, но, собственно, собственно, не все, хорошо, то есть, вот такие еще, вот такие еще задачи, да, которые, которые может решать чат GPT, ну, и так, в заключение последний вопрос, сейчас я тоже включу трансляцию, но уже презентации, сможет ли искусственный интеллект полностью заменить человека, в управлении проектами, говорить, что не может, да, но это, собственно, все интерфейсы искусственного интеллекта, они все так говорят, да, что клянутся, что нет, нет, не заменим, но, на самом деле, так как это все развивается, я бы, на самом деле, присмотрела бы какой-нибудь участок земли с трактором, вот, и освоила бы смежные промыслы и навыки земледелия, так, чтобы на всякий случай не остаться без работы в какой-то момент, потому что развивается стремительно, настолько стремительно, что действительно приходится сдерживать развитие искусственного интеллекта, стеснительный чат, да, совершенно верно, вот, сдерживать, успевая все-таки удерживать в границах контроля для человека умный, умный искусственный интеллект, все он говорит, конечно, говорит и будет говорить о том, что эмпатия, межличностные навыки, неявные знания, да, но по поводу, кстати, неявных скрытых инструкций, неявных знаний, вот это то, чем третья модель от 3.5 отличается, она проинструктирована, модель 3.5 на обратной связи от живого человека на выявление вот этих неявных знаний и неявных инструкций, у нас на самом деле, когда мы общаемся на человеческом уровне, у нас очень много скрытых условий, ну, то есть мы, когда говорим друг другу, там, погладь кота, например, мы, нам не приходится уточнять, что ты же не бери гладильную доску, там, с утюгом, да, погладь его рукой, вот, и вот эти вот неявные инструкции, модель 3.5 научилась считывать, в отличие от третьей модели, ну, а четвертая, она еще и математика и программирование, да, принятие решений, да, искусственный интеллект не сможет принять решения, то есть он не сможет руководить проектом, а как бы ассистентом руководителя проекта, да, сгенерировать идеи, да, какой-то документ, да, какие-то подсказки, советы, да, выступить в роли коуча, да, но принять решение нет, вот, креативность инновации, ну, кстати, креативность инновации, он не то, чтобы заменяет человека, но он очень хорошо дополняет, подбрасывает идеи, то есть с ним можно играть в мозговые штурмы, буквально так, как это должен, каким должен быть мозговой штурм, то есть это какие-то идеи, которые не обязательно принимаются в работу, но они наталкивают на следующие идеи, поэтому, чтобы я не стала так уж горячиться насчет инноваций. Ответственность этика, ну, вот это, собственно, основной вопрос, который сейчас, там, в сдерживании искусственного интеллекта, основной, который актуален. Ну, и многое осталось, на самом деле, за рамками мастер-класса. Вы, если захотите что-то спросить, чат-бот, напишите в наш чат, да, который go to meeting. Вы, если у вас остались, может быть, какие-то вопросы, потому что, ну, действительно, там все в рамках, в рамках одного семинара все вместить и не получится, и нет такой задачи, набросайте вопросы в чат для подготовки каких-то следующих тем, возможно, мы продолжим серию таких семинаров. Мы не касались, действительно, того, куда можно встроить чат GPT, зачем, ну, то есть, это же не только трейла, это, например, еще электронная почта. Программирование, пожалуйста, модель GPT-4 программирует, иногда с ошибками, но на эти ошибки можно указывать. Но про Telegram-боты мы немножко касались, да, а так, так, вот, вопросы, например, технизации, то есть, как внутри устроена языковая модель, и как она воспринимает на вход, тот запрос, который мы направляем, как минимум, по количеству токенов на русском, английском языке, это тоже всегда очень впечатляет, потому что там, где у вас на английском 70 токенов на вход поступает, там в русском 350 токенов, да, русский язык, он сложнее, тяжелее воспринимает. Это касается модели GPT-3, а вот модель GPT-4, она уже больше обучена мультиязычности, то есть, у нее много явно на входе в обучении было не англоязычного контента, вот, но токенизация все равно такая же, да, вот вы говорите, да, ЕГЭ сдают, что надо сдавать экзамен там в каких-то условиях, да, чтобы не открывать соседней вкладкой, там, чат GPT, и не, собственно, не это самое, не мошенничать. Какая-то должна быть, в принципе, мне кажется, реформа и науки, и образования, потому что, ну, можно, и подтверждение этому есть, сгенерировать такую крепкую, среднюю научную статью, в принципе, я так подозреваю, что на любую тему, по крайней мере, на мою, точно можно, и нужна, конечно, реформа образования, потому что, то, что можно сделать с чат GPT с точки зрения школы, ну, это понятно, шутки-стихи, да, стихи на русском языке пока нет, а вот шутки, кстати, да, ну, то есть, я ему отправила запрос, да, пошути на тему, значит, перевода на русский язык слова стейкхолдер, не поверите, он пошутил, причем, кстати, неплохо пошутил, ну, как бы, для искусственного интеллекта, для машины, вообще нормально, да, то есть, я, говорит, перевел слово стейкхолдер на русский, знаешь, как оно звучит? Хозяин шашлыка, да, и это, вот эта двусмысленность перевода стейкхолдер, ну, то есть, стейк, как держатель акций, держатель интересов на проекте, вот, и стейк, как кусок мяса, вот, причем, видите, он, мало того, что, значит, про кусок мяса, так еще и с кавказским акцентом, да, то есть, это хозяин шашлыка, шашлык все-таки, ладно, барбекю, понятно, это американский вариант, вот, но шашлык, это прям совсем национальная идея, да, вот, в этом, в этом смысле мне, конечно, понравилось, больше я не пробовала, ну, то есть, хватит, да, достаточно такого варианта, вот, но это, это понравилось, вот, коллеги, давайте, наверное, на этом остановимся, много хочется рассказать, показать, а вот, если резюмировать, то задачи на расчет сетевых графиков, бюджетов, анализа вероятностей, вот, всего, что связано с математикой, модель 3,5 нет, модель GPT-4 да, то, что касается генерирования документов, текстов, огромного объема документации по проекту, на английском писать запрос, ну, это, если надо экономить токены, или надо, чтобы модель 3,5 тебя хорошо понимала, модель 4 очень хорошо понимает и русский текст, и не переводит на английский, потом возвращает на русский, потом снова на английский, так, того, что делает третья модель, в четвертой не происходит, то есть четвертая модель, она по-настоящему стала мультиязычной, ее обучали на разноязычных, вот этих входящих данных, поэтому, смотря как вы к нему подключаетесь, если с моделью 4 работаете, то на русском языке, ну, на любом языке, она общается лучше, чем модель 3,5 на английском, а, конечно, если вы там через какие-то сервисы, чат-боты это делаете, то тогда да, тогда английский язык, как минимум, с точки зрения экономии, количества токенов, да, так вот, то, что касается генерирования, там, текста документов, все прекрасно, великолепно в любой модели, в любом варианте, то, что касается сдачи экзамена, ну, чат-жи пяти сдаст экзамен, вот, то, что касается связного диалога в целом по проекту ассистирования в разных ролях, тоже да, то, что касается переписки и встраивания в трейла, тоже да, ну, то есть, вот это, наверное, некоторые такие возможности, которые я успела потестировать, и которые мне хотелось показать на мастер-классе, генерирует код Java и запросы SQL, и надо, конечно, так же, как и в управлении проектами, критически читать результат, редактировать, но, да, так же, как и здесь, основа есть, основа есть, и по исследованиям, те, кто работает с чат-жи пяти, то есть, используют его в своей работе, им работа начинает больше нравиться, и я их хорошо понимаю, потому что, ну, так как у меня построено с ним взаимодействие, он, собственно, дает и делает то, что должен делать искусственный интеллект, то есть, он берет на себя рутину тоскливую, вот, и оставляет для человека место для редактуры, творчества, инновации и так далее, «Как вписать в проекты нейронные сети через чат?» Дмитрий, это такой глубоко технический вопрос, я боюсь, что я вам не подскажу, потому что я, скорее всего, могу даже понять-то ваш запрос неверно, я как чат-жи пяти, да, буквально понимаю проекты, как проекты, вот, на техническую сторону вопроса тоже надо изучать, исследовать, и на самом деле чат-жи пяти, это же не единственный интерфейс искусственного интеллекта, который можно использовать, ну, в частности, в управлении проектами, их сто пятьсот, да, и имеет смысл там найти какие-то статьи, агрегаторы, в которых, в которых описано, сгенерировано, это агрегировано, точнее, вся коллекция там на разных, разных модальностей, и текстовые, и видео, и изображения, и аудио, вот, и с чем-то, с чем-то поработать, как будет звучать в американском стиле, наверное, анекдот, а давайте попробуем, почему бы нам не попробовать, анекдот из чата, нашего чата, который go to meeting, в чат GPT, как он его поймет, но только как-то надо отвлечься от угроз проекта, да, давайте я включу модель 4, она будет помедленнее генерировать, но может быть поинтереснее, так, как будет звучать в американском стиле, анекдот новый русский, на крутейшей тачке, заезжает на бензоколодку, начинает заправляться, час льет бензин, два, бак не наполняется, подходит к раздаче, спрашивает, что такое второй час, лью бензин, все не наливается, двигатель выключите, да, what's going on, I've been pumping gas, not fill, maybe you should try turning off the engine, ну, собственно, так и будет звучать, перевел, перевел на английский язык, вот, да, кстати, в качестве переводчика его можно использовать, вот, хорошо, коллеги, давайте, наверное, на этом, да, просто грамотно перевел, да, 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 ну, то есть, если, может быть, на предыдущих моделях потестировать, то, там, какая-нибудь, я понимаю, по-другому, на это самое получится, но здесь это просто, просто перевод на русский язык, ой, на английский язык, ленивый, да, да, но на математических задачах его тестировали, в рамках одного чата его, конечно, можно обучить, показать ему ошибки, вот, и он будет понимать, в следующем чате он про это просто-напросто забудет. Хорошо, коллеги, давайте будем останавливаться, спасибо вам большое за внимание, если, ну, действительно, остались какие-то, может быть, вопросы, идеи, кто знает, как со мной связаться, пишите, вот, накидайте, может быть, вопросов сейчас в чат, идей для каких-то последующих тем, подобных мастер-классов, а так, спасибо, удачи вам в проектах, пускай вам помогают все возможные ресурсы, в том числе искусственный интеллект. Как подключать версию четвертого чата? Это просто платная подписка. Спасибо и вам большое. Спасибо, коллеги, запись останавливаю, ну, и надеюсь, мы с вами еще увидимся. Спасибо и удачи.